Мясо от местных производителей в приоритете. Таким принципом должно руководствоваться в красноярских магазинах. В противном случае влиять на предпринимателей будет власть. Сегодня об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона. Впрочем, сами жители краевого центра уверяют, что готовы платить больше, лишь бы питаться натуральными продуктами. Этот магазин в центре Красноярска можно назвать первым примером выхода местного производителя на городского покупателя без посредников. Продукция у журского предприятия. Мясо уверяют без генетических разработок. Предлагают попробовать забытый вкус натурального продукта. Подкупать ценой за колбасу не будут. Переработка хорошего сырья обходится дорого. Мы до сих пор реализуем продукцию ниже себестоимости. И так или иначе, всегда зерно вытаскивало все минусы животноводства. Сегодня ситуация складывается так, что себестоимость зерна нынче будет выше, чем цена реализации. Предприятие готово увеличить объем продукции в два раза и открыть в городе новые торговые точки. Пока посмотрят, есть ли в таких магазинах потребность у горожан. Поддерживать местных производителей обещают в правительстве. Следить за тем, чтобы в крупных сетях появлялись местные продукты. Мы хотим заложить норму в новую версию закона о том, что каждый год расходы на поддержку сельхозтоваропроизводителей растут. Что не может быть даже сохранения уровня. Каждый год будет рост расходов на поддержку сельхозтоваропроизводителей. И это обязательно будет давать свою отдачу. До конца года в правительстве, рассказал Виктор Толоконский, примут программу поддержки агропромышленного сектора. Только за последний месяц руководитель региона подписал 4 распоряжения о введении новых мер поддержки сельхозпроизводителей и обеспечении жителей качественными продовольственными товарами в условиях ограничений на ввоз продуктов из западных стран.